Новости продолжают эфир. Канал Ахабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Новости продолжают эфир. Диагноз подтвержден у 10 школьников, семей у семи. В целом в области сейчас в обычном формате работают 376 школ, а 271 на дистанционно. Заразились коронавирусной инфекцией 62 учащихся. Из них 37 школьников в дежурных классах, остальные 25 учатся дистанционно. Во всех школах, где обнаружен опасный вирус, проведены противоэпидемические санитарно-дезинфекционные мероприятия. Коронавирус не снижает обороты. Общее число зараженных в мире превысило отметку в 38 миллионов. Новые ограничения вновь приняты в Малайзии, Нидерландах и Аргентине. Как страны держат оборону против вируса в следующем материале. В Малайзии, как и в ряде других стран, отмечается новый рост заражаемости ковидом. Так, в крупнейшем городе страны, Куала-Лумпуре, власти усилили ограничения. В регионе не работают школы и запрещено проведение любых общественных и спортивных мероприятий до 25 октября. Несмотря на отсутствие строгой изоляции, жителям рекомендовано выходить из дома только за покупками. Банки, магазины и рестораны продолжают работу с соблюдением строгих санитарных правил. Все клиенты следуют правилам и соблюдают социальное дистанцирование. Все все понимают, так что особого страха нет. Бизнес тоже в целом в порядке. Есть только опасения со стороны клиентов. Тем временем, не вводившая карантин Швеция обгоняет соседей по новым случаям инфекции. Общее число зараженных в стране превысило 100 тысяч человек. По данным Управления по охране труда, в стране растет число людей, заболевших на рабочем месте. За полгода о прозаболеваниях на работе сообщили почти 9 тысяч человек, что на 60% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты Управления по охране труда отмечают, в первую очередь COVID-19 подвержены медицинские работники. А власти Нидерландов вводят режим частичной изоляции, чтобы справиться с распространением инфекций. С сегодняшнего дня в стране как минимум на месяц закроют все бары, рестораны и кафе. Запретят и продажу алкоголя после 8 часов вечера. Кроме того, теперь в закрытых помещениях нельзя собираться больше 30 человек. Премьер-министр страны также ввел обязательный масочный режим в общественных местах для всех граждан старше 13 лет. В помещениях и на улице разрешено собираться в группы не более 4 человек. Они должны соблюдать дистанцию в полтора метра. Но это не относится к детям младше 13 лет. Однако эти ограничения должны соблюдать все без исключения. Не лучше ситуация складывается и за океаном. В Аргентине общее число инфицированных превысило 900 тысяч. Больше всего заражений зарегистрировано в Буэнос-Айресе и его окрестностях. В этих районах, по сообщению местных властей, больше 90% больничных коек в отделениях интенсивной терапии, занятые пациентами с коронавирусом. Мы собираемся ввести ограничения в различных департаментах 18 провинций. Это позволит уменьшить число контактов между людьми в последующие две недели. Я призываю каждого аргентинца понять масштабы проблемы и имеющиеся риски. Рекордное число заражений коронавирусом выявили в 20 американских штатах, сообщают местные СМИ. Антирекорды побиты Вайдахо, Колорадо, Северной и Южной Дакоте. Тем временем ВОЗ вновь призвали население планеты серьезнее отнестись к мерам безопасности. В организации отметили, что несмотря на число летальных случаев, некоторые люди все еще не осознают степень опасности болезни, которую вызывает коронавирус. Очередной факт падежа птицы зафиксирован на птицефабрике Североказахстанской области. В птичниках содержалось порядка 600 тысяч голов пернатых. Столичная лаборатория подтвердила наличие высокопатогенного вируса. По словам специалистов, пернатые ранее были привиты, но не успели выработать антитела. Падежа во дворах села Малая Белая, где расположена птицефабрика, не зафиксирована. На сегодняшний день две птицефабрики работают в штатном режиме. Это Якорская птицефабрика и Исильская птицефабрика Теншинского района. По возмещению ранее изъятой птицы 122 пакета документов на владельцев направлены в РПО. 15 владельцам уже выплачена компенсация. Деньги должны упасть на счета владельцев. По остальным населенным пунктам фактов падежа не зарегистрировано. Целое село Восточно-Казахстанской области живет без интернета и сотовой связи. В Уштубе, Тарбогатайского района, с населением около тысячи человек, люди по-прежнему пользуются стационарным телефоном и бумажной почтой. Больше всего страдают студенты, которые учатся онлайн. О том, каким тернистым бывает путь к знаниям, выясняла наш корреспондент в регионе Асим Утешева. Дистанционное домашнее обучение для 72 студентов из села Уштубе недоступно. Ради учебы они вынуждены покинуть родные края и поселиться в районном центре или в соседних городах. А все потому, что в селе нет интернета. Я учусь в Нурсултане, в профессионально-техническом колледже. Дома интернета нет, поэтому приезжаем учиться сюда. Снимаем здесь комнату по пятницам, едем в село. В понедельник возвращаемся обратно. Здесь нам приходится платить за жилье, интернет, за дорогу. Это все затратно. А все потому, что в нашем селе интернет нормально не работает. Раньше он был в школе и тот перестал действовать. Кроме дополнительных расходов, студенты рискуют заболеть коронавирусом. Сетуют родители. Куралай Бейспекова – многодетная мать. Ее старшая дочь – студентка. Женщина переживает, что из-за постоянных разъездов она подвергает свое здоровье опасности. Отправляя детей в районный центр, приходится платить за аренду жилья, еду, дорогу. Это все хлопотно. Зимой дорогу заметают. Мы даже не можем позвонить, чтобы узнать, как доехал ребенок. Нет сотовой связи. Хотелось бы, чтобы студенты учились онлайн, сидя дома. Тем более в такой опасный период. Мы переживаем за наших детей. Говорят, надвигается вторая волна пандемии. А детям нужны знания. Как им здесь обучаться, когда школьный интернет толком не работает. Мы даже документы отправить не можем. Связи нет. Постоянно обрывается. Пять лет назад установили какую-то вышку, которая так просто стоит и все. В нашем селе есть все – и школа, и больница. Условия для жителей создаются. Единственное, что мы просим – провести интернет. Он необходим для нашей молодежи. Такая же ситуация складывается и в селах Кызыл-Кесек, Кэндекте, Жан-Ауэлл, Ахмед Булак и Боша. От интернета здесь одно название. Его скорость едва достигает 4 мегабит в секунду. Провести мобильный интернет 3G здесь планировали давно. Однако современные технологии до сих пор не дошли до отдаленных сел. О своей проблеме активисты села не раз писали вышестоящим уполномоченным органам. Мы отправляем корреспонденцию по этому вопросу операторам связи постоянно, не реже двух раз в месяц. Но по сей день нашу просьбу не выполнили. Поскольку наша районная администрация некомпетентна решать такие вопросы, ничего не остается, как обращаться к высшим органам. По словам представителей Министерства цифрового развития, данный вопрос планируют полностью решить до конца этого года. С этой целью разработан специальный проект, который планирует обеспечить качественным интернетом порядка тысячи сел. В Шемкенте нехватка природного газа. В мегаполисе действуют ограничения на подключение голубому к топливу. Они распространяются не только на субъекты малого и среднего бизнеса, но и на частные дома. Проблема обнажилась после того, как город приобрел статус республиканского значения, и к нему присоединили территории близлежащих районов. Абонентов стало больше, а мощности действующей газораспределительной станции на всех не хватает. Катерина Попкова разбиралась в проблеме. Жительница Шемкента Елена Бакаева уже год пытается провести природный газ в дом. Квартал, в котором она живет, газифицирован. Однако новых абонентов не подключают. На ее обращение всегда приходит один ответ – перегружены газораспределительные станции. В городе не хватает мощностей, но как это долго будет решаться проблема? Прошел год. Меня это очень сильно настораживает, потому что если не отапливать дом, он не сегодня-завтра рухнет, все полетит. Так в городе действуют моратории на подключение новых абонентов. Запрет ввели еще в 2019 году. Нехватку газа горожане ощутили, когда к Шемкенту присоединили территории прилежащих районов. Город стал миллионником. С того времени появились дополнительные микрорайоны, новые объекты. Шемкент-Россы развивался, а две имеющиеся газораспределительные станции не справились с нагрузкой. На сегодняшний день у нас в городе нехватка газа есть. У нас обеспечен город 92% с природным газом. Нехватка газа получается на 8%. По подсчетам специалистов, сейчас 250 тысяч абонентов хотят подключить природный газ, но не могут. Чтобы решить проблему, в городе начали строить новую мощную газораспределительную станцию. Изначально планировали закончить ее в 2021 году. Но строители обещают запустить объект уже в ноябре этого года. Стоимость новой станции 9 миллиардов тенге. Специалисты уверены, она полностью решит проблему дефицита природного газа в мегаполисе. Особенно в зимнее время, когда начинается отопительный сезон. 1 ноября мораторий на подключение новых абонентов будет снят. У людей начнут принимать документы. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Шемкент, Хабар 24. Почти 70 миллионов тенге выделили на корректировку проекта по расчистке и расширению русел рек в Актобе. Если жители устроят обновленный план, работы продолжат, но уже без вырубки деревьев вдоль рек. Пока же в городе подсчитывают нанесенный ущерб экологии. Нинара Абдирова расскажет подробности. Здесь когда-то протекала одна из крупных рек города Илег. Сейчас большой воды здесь, как вы видите, нет. Но когда-то, как говорят активисты, здесь было живописное место с многолетними деревьями. А сейчас кругом песок с валунами, а многолетние деревья, которые росли на берегу, вырублены. По словам активистов, русло рек расширили, а родники оказались засыпаны. Сейчас в Актюбинских реках не бывало низкий уровень воды. И неравнодушные жители связывают это обмеление водоемов с работами по их расчистке. На дно углубления и берега укрепления русел восьми рек. Из бюджета страны выделили больше шести миллиардов тенге. Все делали для того, чтобы спасти город от разрушительных паводков. Но из-за этих работ подпитки лишились не только местные реки, но и водозаборы, расположенные вблизи водоемов. Как итог, Актюбе в ближайшие пять лет может столкнуться с дефицитом питьевой воды. Сегодня в Актюбе нет воды. Мы не смогли сохранить в год, который предшествовал засушливому периоду, не смогли сохранить основные водные потоки. Нанесли таким образом серьезный ущерб водному балансу. Нарушений куча. Просто-напросто техническое задание, которое было сформировано, которое убрано два пункта основные, допускающие приобретение специализированной техники для проведения специализированных работ, для которых, соответственно, проводиться должны были конкурсы. Эти пункты были убраны. Скандально известный проект из городского уровня перешел в республиканский. В прошлом году расширительные и дноуглубительные работы были временно приостановлены. Проект, по словам специалистов, сейчас находится на корректировке. Из местного бюджета на работу над ошибками выделили порядка 70 миллионов тенге. В 2021 году, где-то в феврале месяце, полностью объект нам перейдет на сдачу. Как мы получим полностью измененный проект, мы будем проводить общественное слушание. Если общественный совет и жители, депутаты дадут свое добро, скажут, да, действительно, проект изменен, что можно так делать, строительные и дноуглубительные работы будут продолжены. Основная работа будет проводиться внутри поймы реки, это дноуглубление и очистка, и все. А расширение, обрезка вот этих деревьев будет полностью исключено из проекта. Между тем, активисты считают, корректировать проект не нужно. По их словам, неосвоенные деньги, а это больше 4 миллиардов тенге, необходимо направить на то, что еще можно сохранить. По их словам, поросль кое-где прорастает. И если по ним вновь пройдут бульдозеры, восстановить уже будет нечего. На наш взгляд, никакой корректировки не нужно. Пусть они оставят хотя бы так, как есть. Единственное, о чем мы всегда просим, закупить специализированную технику и почистить русло. Мы не говорим уже там об углублении, но хотя бы зачистить русло от вот этих песчаных наносов. Прямо изучить его, это русло, сделать карту. И там, где есть необходимость на перекатах, снять вот эти наносы, чтобы хоть как-то ее углубить. По словам экологов, восстановить забитые песком родниковые источники можно с помощью земснарядов. Вероятнее всего, при постепенном вскрытии родников, вода может появиться и заполнить понемногу русло. Динара Абдирова, Булат Молдагалеев, Ахтубе, Хабар, 24. Касым Жумартукаев принял председателя агентства по противодействию коррупции Алика Шпикбаева и заслушал отчет об основных показателях работы агентства за 9 месяцев этого года. Доложил ли президенту и о принятии поправок в антикоррупционное законодательство и значительном улучшении странового показателя в индексе контроля коррупции Всемирного банка. Отметив важность продолжения комплексной и последовательной модернизации антикоррупционной политики Казахстана на основе международных стандартов, Касым Жумартукаев акцентировал внимание на необходимости качественной реализации поручения об отмене уголовно-досрочного освобождения для коррупционеров, а также введение запрета для государственных служащих, депутатов и судей на владение зарубежными счетами. В завершении встречи президент подчеркнул приоритетность эффективной превентивно-профилактической работы и системного контроля за целевым использованием бюджетных средств. Это особо актуально в период пандемии. Бывший начальник следственного изолятора Караганды сам оказался за решеткой. За превышение должностных полномочий он получил 5 лет колонии. Экс-начальник Си-16 отпускал на волю заключенных, чтобы они делали ремонт в квартире его знакомой. По мнению судьи, вывоз арестантов за пределы СИЗО без должного конвоирования мог привести к побегу. Приговор не вступил пока в законную силу. Казахстанцы стали больше инвестировать в золото. С начала года население приобрело 13 208 мерных слитков общим весом 566 килограммов. Это на 3000 штук больше, чем в прошлом году. В чем преимущество золотых вкладов, расскажет Асим Кощегулова. Золотые слитки считаются одним из самых надежных инструментов инвестирования. Всегда есть возможность его обратного выкупа банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту день в день. Это и привлекает покупателей. Только в сентябре в Казахстане было продано 1480 мерных слитков весом 65 килограммов. Золотые слитки представлены в пяти разновидностях – 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 25% или 8701 штук. Лидером среди регионов по покупке слитков является Алматы. На него приходится больше половины реализованных слитков. Далее следуют Атырау и Нурсултан. Программа по продаже и выкупу мерных слитков афинированного золота для населения была запущена Национальным банком Республики Казахстан в 2017 году. Всего с начала старта проекта продано 34 688 золотых слитков общим весом 1,25 тонны. На обратный выкуп с момента запуска программы принято 119 мерных слитков общей массой 3,2 килограммов. Каждый слиток выпускается с защитными элементами и в специальной упаковке, которая является сертификатом качества. Поэтому слиток рекомендуется хранить бережно и не вскрывать упаковку без необходимости. Астин Кащегулова, Хабар, 24, Алматы. Большой барьерный риф потерял более половины кораллов за последние три десятилетия. К такому неутешительному выводу пришли австралийские ученые. По словам исследователей, главной проблемой исчезновения кораллов является глобальное подсепление. Их стало меньше как на мелководье, так и на глубине. Кроме того, частое обесцвечивание кораллов ставит под угрозу их способность к восстановлению. Отмечу, Большой барьерный риф протяженностью более двух тысяч километров находится возле побережья Австралии. В 1981 году его внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, у нас есть очень хорошая картина всего Большого барьерного рифа на протяжении последних 25 лет. И изменения действительно были довольно шокирующими. Сегодняшняя система, за некоторыми исключениями, сильно деградировала. Коралловый покров снизился почти повсюду. И изменился состав видов населяющих кораллы. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Я эфир передаю программе Ушакбаев Live. Добрый вечер. Спасибо, Вера. Буквально через несколько секунд мы обсудим с гостями проект нового экологического кодекса. Смотрите. Добрый вечер. В эфире программа Ушакбаев Live. В своем послании к народу Казахстана глава государства Касымжамар Тукаев поручил парламенту принять проект нового экологического кодекса уже до конца года. Он призван решить целый ряд системных проблем. Помимо этого, правительству поручено приступить к реализации практических мер по улучшению экологической ситуации. Работа над новым экологическим кодексом началась еще в 2018 году. И на этой неделе спикер Мажелиса Нурлан Нигматулин провел круглый стол с обсуждением всех спорных моментов кодекса. Он подчеркнул важность принципа «не навредить ни экологии, ни обществу, ни экономике». К обсуждению нового кодекса мы пригласили наших гостей. Представляю вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахмеджан Принкулов, председатель правления Ассоциации экологической организации Казахстана Айгуль Соловьева, у нас на связи онлайн юрист по экологическому законодательству Арман Бегазин и экологический активист Шасалим Шагалимов. Прежде чем перейти к дискуссии, предлагаю посмотреть небольшой сюжет, подготовленный нашими коллегами. Загрязнитель платит. Такой принцип теперь будет внедрён в Казахстане. Минэкологии предлагают ввести крупные штрафы для 50 промышленных предприятий. На их долю приходится 70% выбросов в атмосферу по всей стране. Каждые три года число взысканий будет увеличиваться. Избежать их можно только после внедрения на предприятиях наилучших доступных технологий. Так написано в новом экологическом кодексе. Напомню, президент страны Касымжумар Токаев потребовал его принять до конца этого года. Проект нового экологического кодекса решит ряд проблем. В их числе масштабное озеленение и усиление охраны национальных парков. По информации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, в прошлом году объём выбросов вредных веществ в атмосферу составил больше 2 миллионов тонн. Основные загрязнители – промышленные предприятия, транспорт и частные жилые дома. Сегодня в числе городов с высоким уровнем загрязнения – Нурсултан, Алматы и Шимкент. Нерадужно обстоят дела и в области переработки отходов. В стране низкая доля утилизации – всего лишь 15%, говорит глава ведомства Макзумир Загалеев. По его словам, в республике тарифы на вывоз мусора низкие. При этом не учитываются затраты на переработку и утилизацию твёрдобытовых отходов. Отмечу, что во всех регионах страны выявлено больше 7 тысяч свалок. Не умешается число и несанкционированных случаев слива нечистот. Как показано на кадрах, столичные водители умудряются сливать их в неустановленных местах. По словам сотрудников полиции, злостных нарушителей они выявляют каждый день. Несмотря на штрафы, случаев меньше не становится. Практически ровно год назад, 3 октября 2019 года, мы с вами обсуждали проект Новоэкологического кодекса. Был также представитель Ассоциации экологических организаций Ельдос Абаканов. Практически больше года проведена очень большая работа. Вовлечены очень много различных экологов, юристов, общественность. Давайте проинформируем, что на выходе. Я так понимаю, уже в октябре будет первое чтение в Мажелисе. Какие основные новшества, новеллы в экологическом кодексе появятся и как они изменят жизнь казахстанцев? Добрый вечер, Архим. Большое спасибо за приглашение. Для нас это уже становится традиционным участвовать в ваших прямых эфирах и обсуждать экологический кодекс и экологические проблемы. Вы отметили про круглый стол, который прошел под руководством Нурлана Зайлаевича Нигматулина по тем вопросам, которые мы закладывали в экологическом кодексе. Конечно, работа в рабочих группах идет при поддержке депутатов Мажелиса, которые на все те предложения, которые поступили и от Министерства экологии. Также у депутатов есть ряд норм, которые были ими предложены для того, чтобы усилить и улучшить редакцию экологического кодекса. Но не буду повторяться по тем моментам, которые в понедельник Макзум Маратович озвучивал. Хочу сказать ту норму, которая на сегодняшний день является одной из основных. Это переход наших крупнейших предприятий на наилучшие доступные технологии. Сам переход на наилучшие доступные технологии, если сказать своими словами, он представляет собой технологическое переоснащение новых предприятий. Это не отдельно взятые природоохранные мероприятия, не отдельно взятые фильтры, не отдельно взятые какие-то очистные сооружения. А это доступные технологии на сегодняшний день, которые позволят предприятию в первую очередь снизить воздействие на окружающую среду. Во-вторых, стать более конкурентными и занять свою нишу на рынке. Потому что это не требование только Казахстана или новой редакции экологического кодекса. Это общий мировой тренд, от которого мы сегодняшний день не можем отказаться. И, в принципе, ряд предприятий горно-металлургического комплекса, нефтегазового сектора поддерживают данные реформы и готов к переходу на наилучшие доступные технологии. Конечно, для этого требуются очень большие меры экономического стимулирования, требуются очень большие инвестиции. Мы это тоже понимаем. Каков объем их примерно? Этот объем, во-первых, я скажу неправду, если скажу какую-то цифру. Потому что, во-первых, мы должны провести комплексный технологический аудит. Ну, если порядок цифр. Ну, вот те цифры, которые на сегодняшний день представляет Казенеджи, они от 2-3 триллионов тенге до 10 триллионов тенге. Хотя мы всегда придерживались позиции, что мы должны исходить из технологического аудита. Технологический аудит позволит нам сделать срез. Срез того, что у нас есть на сегодняшний день. И понять, где мы находимся. То есть, насколько мы соответствуем российским справочникам НДТ, насколько мы соответствуем европейским справочникам НДТ. У нас будет свой справочник. У нас будет, да. Мы в рамках экологического кодекса подразумеваем, что мы будем разрабатывать национальные справочники, наилучшие доступные технологии, которые должны учесть сегодняшнюю ситуацию, должны учесть наши климатические, экономические, социальные аспекты. Мы не должны идти по какому-то чужому пути. Мы должны выработать свой, и свои справочники нам позволят улучшить те предприятия, которые есть. Агуль Субвековна, вот вы в этой дискуссии, наверное, представляете и балансируете промышленников в содержании экологического кодекса, который будет прямо касаться. Расскажите об этой дискуссии. Ну, в первую очередь, вот я хочу начать тоже с круглого стола, который у нас прошел в парламенте. И Нурлан Зарулайч сказал очень важную вещь о том, что переход на НДТ – это веление времени. Потому что если наши предприятия будут продолжать жить по-старому, то, в принципе, во всем Европейском Союзе принимаются пограничные налоги, которые просто наша продукция станет неконкурентоспособной. То, что сказали, приводят Казэнерджи, там триллионы тенге, на мой взгляд, эти данные, я просила их, но я их не видела. Но то, что я наблюдаю или мониторю по тому, что должно происходить с НДТ, это говорит о том, что это доступное, это ключевое слово. И технологически рентабельное. Рентабельное – это просто по выбросам, если они не должны быть дорогие. Это не обязательно, там модернизация, это значит, надо снести под фундамент какое-то предприятие и заново построить. Поэтому это постепенно, 10 или 15 лет там дается на то, что постепенно они вначале одно оборудование сменят, потом другое. Давайте, мне кажется, имеет смысл еще раз зрителям объяснить, почему НДТ, такая вот аббревиатура, далеко, наверное, не всем понятная, она очень важна и является чуть ли не основным предметом обсуждения в рамках нового экологического кодекса. Ну вот сейчас вот было и новости, где показывали, какие огромные выбросы бывают у нас в атмосферу. То есть если промышленные предприятия внедрят новые, наилучшие доступные технологии, согласно списку, который у нас есть свой, это потребует больших денег, но в результате они очень серьезно снизят выбросы. Выбросы. И вот в США там за 7 лет они на 78% в атмосферу выбросов. Вот у меня есть информация от вашего ведомства, в Европейском Союзе в результате внедрения наилучших доступных технологий, в части технологии очистки выбросов в атмосферу было сокращено NO2 на 69%, оксид серы на 94%, а также пыль твердой частицы на 94%. То есть очень большие цифры сокращения выбросов в атмосферу, но это потребует инвестиций. Как стимулируется предприятие? Во-первых, ту норму, которую мы закладываем сейчас в налоговом кодексе, в экологическом кодексе, в первую очередь это освобождение от платы за эмиссию в окружающую среду. В среднем по республике в местные бюджеты поступают порядка 90-80-90 миллиардов тенге в виде платы за эмиссию в окружающую среду. На сегодняшний день при переходе на наилучшие доступные технологии мы освобождаем от платы за эмиссию в окружающую среду. То есть компания делает заявление, заявляет, что она будет внедрять, допустим, эмиссию? Компания делает заявление, она говорит, я с сегодняшнего дня буду заниматься внедрением наилучшей доступной технологии. Я утверждаю программу повышения экологической эффективности, которая будет согласовывать уполномоченный орган. И максимальный срок, который мы даем в рамках программы, не более 10 лет. Если вы готовы, 5 лет, 6 лет, 7 лет. И в течение 10 лет мы, как уполномоченный орган, утверждаем вам график достижения этой программы, устанавливаем реперные точки. То есть мы не говорим о том, что вы получили комплексное экологическое разрешение, сказали, что внедряете НДТ, ушли, 10 лет ничего не платите, а через 10 лет мы пришли, а вы не получилось. Да, увы, не получилось. Мы говорим, нет, извините, уважаемый. Мы ставим вам реперные точки и каждые в соответствии с вашей программой будем вас мониторить. Если на каком-то этапе мы видим, что предприятие не может достичь этих показателей, мы отзываем выданное нами разрешение и взыскиваем все те суммы, которые не оплачены, вместе с пеней. То есть это, скажем так, есть механизм заложенный. С другой стороны, для тех предприятий, мы понимаем, что, вот давайте разделим две вещи. Для новых предприятий переход на на лучше доступные технологии, это обязательная норма. То есть мы запуск новых предприятий, которые не соответствуют справочникам НДТ, не допускаем с 2025 года. Для действующих предприятий мы понимаем, что эта норма может быть для них, мы можем привести к закрытию большинства из них. Поэтому мы пришли к тому, что эта норма добровольная. Вы можете не переходить на наилучшие доступные технологии, но при этом плата за эмиссию в окружающую среду с 2025 года растет каждые три года в два раза. То есть если сейчас эта сумма по стране 90 миллиардов и никто не будет переходить, то с 2028 года это будет 180 миллиардов. И так далее, и так далее. Я правильно понимаю, соответственно, предприятия, ну по максимуму, в варианте максимум, они смогут за счет экономии, не уплачивая эмиссию за выбросы, эти деньги направить, перенаправить в инвестиции. Все правильно. Мы понимаем, что только этих денег для внедрения наилучших доступных технологий недостаточно. То есть они не могут только на сэкономленные средства от платы за эмиссию в окружающую среду перейти на наилучшие доступные технологии. Но мы считаем, что это ответственность бизнеса. То есть мы не говорим, что это будет легко, что это будет дешево. В любом случае они должны изыскивать и инвестировать дополнительные средства на переоснащение и достижение тех норматив, которые будут устанавливать. Этот механизм, если я правильно понимаю, сводится с 2025 года. Мы предполагаем, что до конца года, если мы примем экологический кодекс, на протяжении 2021-2022, до конца 2023 года мы будем проводить комплексный технологический аудит, разрабатывать национальные справочники и их утверждать. Потому что это очень большой технический, технологический, научный труд, который требует очень больших ресурсов. И с 2025 года? Да, даём год с 2024 по 2025, даём год на получение. С 2025 года мы подождаем, что предприятия могут. Есть ряд предприятий, на рабочей группе обсуждаются, которые говорят, мы готовы уже переходить раньше. Есть, нас это радует. Мы сейчас эту норму тоже на рабочих группах Можлиса прорабатываем. Они говорят, вы дайте нам справочники в 2022-2023 году, мы не будем ждать 2025-го. Мы в 2023 году готовы перейти на эти справочники для того, чтобы вы нам могли освободить от платы за эмиссию. В принципе, это просто заработка. Прощайте, подключите к нашей дискуссии. Армана Бегазина, члена рабочей группы по разработке экологического кодекса, юриста. Арман, вы с нами, добрый вечер. Арман, добрый вечер. Вы принимаете, насколько я знаю, непосредственно участие в обсуждении, в разработке экологического кодекса. Дайте, пожалуйста, ваш комментарий по этой теме наилучших доступных технологий и по другим аспектам. Наилучшие доступные техники, именно так они названы в проекте кодекса, это общеизвестный термин не только в Евросоюзе, но и в большинстве страны ОСР. И в этой фразе каждое слово, оно на самом деле имеет глубокое значение, на первый взгляд, может быть, и не видно. То есть, когда говорится про техники, имеется в виду технологии, подходы, организационные методы, то есть такие отраслевые практики, если можно сказать, в общем. Если мы говорим про наилучшие, то здесь имеется в виду наилучшие с точки зрения охраны окружающей среды, то есть те, которые дают наилучший экологический эффект. И самое сложное в этой фразе это слово доступный. Здесь надо обратить внимание на то, что используются именно наилучшие доступные техники, а не наилучшие существующие. Разница заключается в том, что доступные рассматриваются с точки зрения доступности экономической, в первую очередь. То есть эти техники должны быть приемлемы для отрасли, они не должны губить эту отрасль. Но вместе с тем они должны быть, так скажем, разумно приемлемыми. То есть не те техники, которые, допустим, предприятия говорят, ой, мне это слишком дорого. То есть это не аргумент. То есть для того, чтобы определить доступность, необходимо провести достаточно глубокий экономический анализ и определить, что да, действительно, условно говоря, для казахстанских цементных заводов, в целом, как для отрасли, эта техника приемлема экономически и технически. Арман, я правильно понимаю, сам справочник в Казахстане, он пока еще не утвержден. Я так понимаю, вот следующий этап, наверное, большой дискуссии, очень жаркой дискуссии, как раз, какие наилучшие доступные техники, технологии будут включены в этот справочник? Вот, да, то есть мы сейчас предполагаем со следующего года начать работу над справочниками после утверждения экологического кодекса. Это понятно, что будут очень много дискуссий, как со стороны и предприятий, со стороны экологов. Вот вчера Нурлан Жирлович правильно отметил, что мы должны найти баланс между экологией, экономикой, обществом, да, для того, чтобы выработать свой путь и дать развиваться экономике, которая не будет причинять вред окружающей среде и населению. Арман, пожалуйста, можно еще попросить вас дать комментарий, наверное, не только по НДТ, но и по другим новеллам кодекса, на которых вы, как персональный юрист в области экологического законодательства, хотели бы сфокусировать внимание наших зрителей? Очень важным изменением в проекте кодекса является усиление института оценки воздействия на окружающую среду, ОВОС, всем известный. То есть здесь кардинально меняются подходы. Если в текущем законодательстве ОВОС это процедура, которая проводится в рамках уже принятого проектного решения, и, по сути, обсуждения, допустим, с общественностью идут в отношении принятых решений, принятые в место размещения конкретного объекта, то теперь в проекте экологического кодекса предусматривается, строго, как оно предусмотрено в европейских странах, участие общественности и обсуждение именно на начальном этапе планирования. То есть тогда, когда еще не выбрано конкретное место размещения, когда не выбраны конкретные подходы к проектированию этого объекта. И участие общественности, оно очень существенно расширяется, учет мнений. То есть примерно на четырех этапах общественность сможет заявить свое мнение, высказать замечания и комментарии. Эти замечания и комментарии, они будут учитываться, на них будут даваться ответы. Но, во всяком случае, в проекте кодекса именно так закладывается. То есть они будут иметь какую-то юридическую значимость? То есть зачастую общественные слушания могут проводиться такие, скажем так, проформа. То есть формально вроде как провели, послушали, сказали, но дальше законопроект или проект двигается сам по себе, без фактического учета мнений общественности. Да, ну совершенно верно. То есть основное назначение вот этой реформе в сфере ООСа, это именно усилить роль общественности, принятие решений по каким-то крупным инфраструктурным, промышленным и даже сельхозпроектам, чтобы общественность могла высказать свое мнение. И на самом деле это выгодно не только самой общественности, но и предприятиям. Потому что предприятия, заранее обговорив все условия с местным сообществом, могут в дальнейшем избежать каких-то непредвиденных претензий со стороны городского населения, допустим. Потому что это изначально все оговаривалось, обсуждалось и согласовывалось по сути общественности. Спасибо большое, Арман. Айгусе Убековна, по поводу новых подходов оценки воздействия на окружающую среду и особенно вовлечении общественности, участия общественности, общественных слушаний, мы знаем, у нас есть очень несколько таких резонансных общественных слушаний на тему застройки национальных парков. Чтобы тему НДТ, я просто добавлю к тому, что сказали, что 90-70 миллиардов – это мало для промышленности. Но важно понимать, что там начинают работать другие инструменты. Это зеленые инвестиции, это, возможно, какие-то кредиты, на которые пойдет правительство, для того, чтобы все-таки модернизация полноценно проходила. И еще один момент о том, что деньги эти 70-90 миллиардов, которые поступали в местный бюджет, они теперь пойдут только на природоохранные мероприятия. И если там, допустим, общественность захочет на местном уровне какие-то провести проекты, то это, в принципе, можно внести в перечень, потому что, как я понимаю, это будет дополнительно в нормативно-правовой базе, которая будет после кодекса приниматься. Но если говорить об общественности, вы правильно, Рахим, заметили, о том, что было много таких, и вот Кокжа-Ляу, помните, там масса было замечаний, и социальный такой резонанс имела. В этом кодексе, во всяком случае, еще не все приняли, но депутаты на круглом столе сказали, что они обязательно будут рассматривать, и у нас будет выездное заседание с депутатами парламента, где мы детально прописываем пошагово о том, каким образом это будет проходить, чтобы это понимала общественность, какие результаты, и что будет принято в конечном счете. Ну и кроме всего, там вот я говорила про СЭО, это стратегическое планирование, там тоже и в других документах мы везде прописали вот внятные процедуры участие общественности во всех экологических вопросах, вплоть до вырубки деревьев. Поэтому я думаю, что мы сможем, ну, придается большой, широкие возможности для того, чтобы все-таки общественность не проверяла, ходила на предприятие, вот как некоторые неправильно понимают, общественный контроль, а именно, чтобы могла принимать участие на уровне принятия решений. Вот у меня аналогичные абсолютно впечатления сложились после опыта наблюдения за такими резонансными общественными слушаниями, что имеет большое значение именно процедуры. То есть они должны быть четко прописаны, соответственно, должно быть какое-то, я не знаю, голосование, резолюция и так далее. Поэтому очень хотелось бы, чтобы процедура общественных слушаний была. Я тогда добавлю, да, мы в рамках новой редакции экологического кодекса кардинально поменяли роль общественности, да, и участие общественности на каждой стадии принятия решений. Если действующий экологический кодекс это только в самом начале один раз, то вот тот авос, который мы закладываем в новую редакцию экологического кодекса, на всех четырех этапах авоса, да, оценки воздействия на окружающую среду, мы подразумеваем обсуждение и участие... Можно, если кратко такой пример привести, допустим, вот как сейчас и как будет? Ну, вот... Вот, допустим, какая компания хочет построить объект для внутреннего туризма на территории природного парка? Ну, там, получается, у них по внутреннему, по этим особо охраняемым природным территориям у них есть лесной кодекс, да, есть экологический кодекс, есть мероприятия, которые подпадают под обязательный авос, есть мероприятия, которые под этот авос не подпадают, да, поэтому вот в рамках этого там есть свои процедуры. В рамках того, что мы говорим по предприятиям, то здесь с самого начала от момента выбора участка, да, определения участка, определения технологий, до момента определения нормативов выбросов и выдачи разрешения и комплексного экологического разрешения, да, должна участвовать общественность и при обсуждении плана природоохранных мероприятий. Вот то, что Айгуль Сагадебековна говорит в рамках общественного контроля, да, мы понимаем, что для нашего общества эти нормы довольно новые, и многие к ним относятся с большой настороженностью. Вот Айгуль Сагадебековна сказала, вот отдельное выездное совещание у нас будет, мы отдельно эти нормы рассмотрим, и мы, конечно, тоже считаем, что роль общественности мы должны усилять, но при этом смотреть на это со стороны разумности и баланса. Коллеги, если позволите, вот вторую часть нашего эфира я хотел посвятить... Можно я буквально добавлю к этому? Вы знаете, вот неправильно понимают, что общественность пойдет что-то проверять и заходить на предприятие. Вот там будет автоматизированная система, которая будет попадать и контролирующему органу, уполномоченному, и, возможно, на общественные карты, как у нас есть цифровая, и мы можем делать внешний мониторинг. Это имеется в виду контроль, когда общественность видит, эта информация прозрачна, она доступна вот только в этом смысле. Хорошо. Я хотел вторую часть нашего эфира посвятить таким более понятным нашим зрителям вещам, и коллеги подготовили такой небольшой блиц-опрос горожан, что их беспокоит в сфере экологии. Пожалуйста. Ну, хотелось бы, чтобы она была лучше, чтобы был воздух чище, чтобы мусора вот этого не было, потому что у нас прям такие, я не знаю, или люди такие некультурные, или же все-таки наши власти не хотят собирать мусор весь, нанимать людей. У нас на связи Шасалим Шагалимов, экологический активист. Шасалим, добрый вечер. Добрый вечер, Шасалим. Пожалуйста, я хотел, чтобы вы нам рассказали о той проблеме, которую вы, как экологический активист, уже достаточно давно поднимаете, и мы с коллегами обсудим, как экологический кодекс может ее помочь решить. Пожалуйста. На самом деле, экологический кодекс, внесение именно вопроса касательной эмиссии в окружающую среду выбросов в атмосферу, это хорошо, но мы не должны забывать о земле. К сожалению, очень большое количество несанкционированных свалок и слива технических вод происходит вокруг города. Это то, что я вижу, да, и то, что мне присылают все время по телефону. К сожалению, работы в этом направлении никак не ведутся по тому, чтобы сократить эти незаконные свалки и несанкционированные. Казалось бы, выход отсюда простой, а именно принятие на полигонах строительного мусора бесплатно и увеличение количества приемных пунктов для сбора технической воды и, конечно же, проведение инженерных сетей. Не знаю, когда мы придем к тому, чтобы предоставить эту услугу и для того, чтобы люди, которые занимаются в этой сфере услуг, ну, не нарушали закон, скажем так, а именно довозили эти работы до специализированных пунктов приема как воды, так и мусора. Вот на этот вопрос хотелось бы получить ответ. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, вот меня очень сильно впечатлил вот факт, вернее, подозрение. Допустим, в Нур-Султане 700 машин, которые собирают канализационные отходы, в том числе фекальные, с частного сектора и 4 точки, в которых они, соответственно, установлены могут сливать. И есть очень много там видео, фактов, когда, по сути, эти канализационные машины сливают эту воду в реку, в канализационные, в ливневку, в канализационные стоки. И таким образом это не просто там загрязнение, да, это реальная опасность жизни и здоровью. И вот в проекте экологического кодекса эта деятельность носит нелицензируемый характер, она вносит уведомительный характер. И вот одна из вещей, которую мы в Можилии с парламентом на круглом столе понимали, все-таки эту деятельность сделать лицензируемой и обязательно внедрить технологии по отслеживанию передвижения этих машин для того, чтобы минимизировать возможность вот таких неустановленных сливов. Да, ну, я вопрос понял. Во-первых, хочется поблагодарить Шасалима за его активное участие в решении экологических проблем города Нур-Султан и всего Казахстана. Мы знакомы, мы знаем о той большой работе, которая с его стороны проводится. Ну, во-первых, то, что касается стихийных свалок, да, это страновая проблема. Свыше 7 тысяч свалок в этом году на эту проблему обратил внимание и глава государства. И мы по его поручению отдельно прорабатывали вопросы по устранению тех стихийных свалок, которые на сегодняшний день у нас в стране есть. Министерством в июле месяце создана горячая линия, которая размещена на сайте министерства, куда можно направить информацию. И вот с июля месяца за те 3-4 месяца, которые есть, мы получили более тысячи обращений. То есть проблема очень большая? Проблема очень большая. Она, конечно, здесь есть очень много комплексных проблем. И низкая культура населения, и безответственное поведение наших, скажем так, малого-среднего бизнеса. Есть проблемы строительных отходов, которые у нас должны захораниваться на полигоне, но, к сожалению, эта работа у нас не ведется. То предложение, о котором говорит Шасалим, о том, чтобы строительные отходы на полигонах принимались бесплатно, вот в рамках города Нур-Султан мы на сегодняшний день с полигоном твердых бытовых отходов этот вопрос обсуждаем, я думаю, он свое решение найдет. Конечно, у полигона есть свои расходы, они должны платить плату за эмиссию. В окружающую среду должны содержать свой полигон, должны платить заработную плату. То, что касается слива хозяйственно-фекальных вод, да, в рамках стихийных свалок, в рамках вывоза твердых бытовых отходов, переработки опасных отходов мы ввели нормы по GPS, мы в новом экологическом кодексе обязательно ввели уведомительный порядок, ввели лицензирование, все эти нормы у нас есть. Вот, к сожалению, вопросы хозяйственно-фекальных вод в рамках данного лицензирования свое решение не нашли. Этот вопрос вообще относится к компетенции мира в рамках жилищно-коммунального хозяйства, и эти нормы не всегда регулируются в рамках экологического кодекса. Но вот мы сделали такую небольшую сорокную таблицу, 347-я, 348-я статья проекта кодекса, вот все-таки уведомительный режим сделать только в отношении неопасных отходов. Все остальные все-таки перевести на лицензируемый вид деятельности и дальше в подзаконке уже предусмотреть использование либо GPS, либо других технологий для их трейсинга. Я думаю, этот вопрос нам необходимо дополнительно обсудить на рабочих группах. Понятно, что решения будут приниматься депутатами Мажлиса. Я думаю, если Айгуль Сагадевек нас на рабочих группах поддержит, такую инициативу, вот как члены рабочей группы внесет, мы готовы на рабочих группах обсудить. Понятно, что это потребует дополнительного обсуждения и с комитетом по делам строительства, и жилищно-коммунального хозяйства, и с НПП от Амикен, потому что это дополнительный вид лицензии. Да, это субъекты предпринимательства. Субъекты предпринимательства. Мы должны проходить анализ регуляторного воздействия, я думаю, да? На мой взгляд, мы иногда в некоторых сферах все-таки не нашли баланс. Мы слишком много дали ущерб. Вы знаете, я по этому поводу хочу сказать, что вот даже лицензирование, да, и то, что будет GPS, да, это в основном организованные компании, которые и так платят налоги, которые, в общем-то, открыты, и которые, в общем-то, зарегистрированы в сфере бизнеса. Опасность вот этих стихийных свалок вызывает тех, кто находится в теневом рынке. Вот как их оттуда выточить? Поэтому вот я знаю, что РОП предлагает целую систему того, чтобы все-таки снизить вот эти отходы и несанкционированные свалки. О чем идет речь? О том, чтобы вот наша задача не обязательно, ну, как бы довести до полигона, да, чтобы этот мусор пришел. И вторая задача для того, чтобы часть почти до 30, может быть, до 50, если получится, процентов, что все-таки перерабатывалось, чтобы она вторично переработала. В заключении вот у Шасалима еще был комментарий. Шасалим, пожалуйста. Да, вот, спасибо большое. Смотрите, мое предложение касательно бесплатного приема строительного мусора. Вот его полностью же можно переработать и использовать на нужды строительных компаний для выравнения рельефа и как основания для будущего дома или других проектов. Это 70% несанкционированных свалок составляет строительный мусор. Если же полигон будет принимать бесплатно, он может продавать обратно строительным компаниям эту щебень строительную. Это раз. Что касается слива фекальных вод, да, ну, да, вы ведете GPS, да, вы лицензию поставите, но вы не сможете избежать того, что у нас всего 4 пункта по приему этих вод. Это недостаточное количество для нашего города. У нас есть поселки-спутники, у которых тоже отсутствие канализации, используют АСМ-машины, которые также сливают вокруг города эти нечистоты. Поэтому внедрением GPS или каких бы трекерных систем не решит эту проблему. Нужно создать условия для людей, чтобы они не создавали такие экологические проблемы и прецеденты такого рода. У вас есть предложение? Недалеко не надо отъезжать от города, чтобы нарваться на... Да, у меня есть много предложений, я об этом говорил уже неоднократно. Ну, это канализационные стоки, и с ними у нас при Ассоциации экологических организаций, вы, Рахим, знаете, Булата Касымова, он как раз занимается. Потому что у нас там очень много коррупционных схем существует, и правильно сказали, что это относится к Министерству индустрии и там новых технологий, как они называются, о том, что получается, что какие очищающие вещества там есть. Вообще стоки должны быть, и куда-то это все надо реализовать. Смотря какая очистительная система находится. Хорошо. Вот я предлагаю в завершении все-таки к этому вопросу обратить внимание, поскольку даже если у нас в столице это большая проблема, все-таки в рамках рабочей группы у Глеба Щегельского, уважаемого депутата, все-таки обратить внимание, еще раз посмотреть возможность регулирования этой сферы в экологическом кодексе. Мы, к сожалению, не успели обсудить отдельный большой блок, это качество воздуха. Ахмеджан Абдежаммилович, напомню, два года назад, 12 декабря 2018 года, именно в этой студии мы с вами и с Лаурой Маликовой обсуждали загрязнение воздуха в Казахстане. Мы тогда говорили 9 месяцев 2018 года. По информации КАЗ Гидромент, в 38 городах из 49, в которых ведется наблюдение, был отмечен повышенный, высокий или очень высокий уровень загрязнения. В том числе в 9 очень высокий уровень загрязнения. Последняя информация, которую Павел Александров давал буквально на прошлой неделе, или на этой неделе, что среднегодовой уровень загрязнения воздуха в Алматы опасными частицами PM2,5 в 5,7 раза превышает норматив установленных ВОЗ в Нур-Султане в 3,3 раза. То есть, таким образом, качество воздуха у нас заметно не улучшилось. И даже вот введенный карантин в Алматы, я так понимаю, делали наблюдение, снижение по определенным загрязняющим веществам произошло только в размере 20%. То есть, проблема есть? Снижение произошло по городу Алматы только от тех выбросов, которые оказывает автотранспорт. И он произошел только в верхней части города. В нижней части города, где ТЭЦ работает и есть выбросы ТЭЦа, заметного снижения выбросов не оказалось. И этот карантин нам позволил более детально проанализировать, что влияние ТЭЦ на качество атмосферного воздуха города Алматы намного выше, чем мы предполагали. Я думаю, эта тема, наверное, надо давать отдельного эфира, поэтому вас сразу приглашаем к теме доступности экологической информации о качестве воздуха и качестве воды. В завершение эфира хотелось бы добавить, что, безусловно, наше с вами здоровье, здоровье наших близких зависит от экологической ситуации в стране. И очень хочется верить, что новый экологический кодекс сможет решить хотя бы часть накопившихся проблем. И у казахстанцев будут вода, воздух и продукты высшего качества, а страна перестанет сталкиваться со стихийными свалками. С вами был Рахим Ушакбаев. Увидимся в следующем эфире.